Но, безусловно, те песнопения, которые мы будем петь, они будут исполнены в болгарской музыкальной манере, в манере исполнения сессоном, когда нижний бас, он тянет звук, а верхний голос поёт саму мелодию. Это во-первых. И во-вторых, конечно же, в этой музыке будут наблюдаться вот эти связи. Это связи русско-болгарские. Потому что, разумеется, что это служба, которую мы будем петь, служба на день успения святого Иоанна Рыльского. Вот Игорь Иванович говорил, что действительно есть несколько служб. Мы сейчас воспроизведём как раз-таки песнопение на успение Иоанна Рыльского. Они были написаны патриархом Неофитом. Это 70-е-80-е годы XX века. Патриарх Неофит, он был регентом долгое время, он был протопсалмом в храме при Софийской духовной семинаре. И он прекрасно знал русский язык. И, кроме того, хорошо знал традицию устную, как болгарскую, так и русскую. Вот на основе множества записей, в том числе в своей его рукописи написано, допустим, запись сделана по мотивам патриарха Ефимия. И вот он это записывает. Собственно, на его материалах мы и основывались. И сначала хотели бы пропеть тропарь святому Ивану Рыльскому. Тропарь – это тот жанр, в котором излагается кратко особенность того или иного праздника, его литургическая такая подоплёка. Вот тропарь начинается словами. Опять вы сейчас услышите именно церковно-славянский текст, не болгарский. «Покаяние – основание прописания умиления» явился Иси. То есть святой Иоанн как образ покаяния, как образ умиления, как образ утешения больных страждущих. Покаяние – основание прописания умиления, образ утешения духовного совешения. Покаяние – overrideون het Дитие Твое, быть преподобным, В молитвах у Бог и пощених, И в слезах пребывая, очи и о Анне, Молив и с Тобом о душах наших. Следующее песнопение – это стихи на Малой Вечерне. Патриарх Неофит пишет сверху Малка Вечерня святому Ивану Рильскому, но слова будут опять же на церковно-славянском и с использованием и сона, то есть нижнего голоса баса. Придите православных соборей, Духовне возрадуемся днесь, И держит много мудрый он, В память свою собранный кисть К нему бьющим. Радуйся, пустынная красота И ангелом соседичьим, Радуйся, Рыльская похвалом, И по дорогам сограждане. Не предстай, моляся Христа Богу, О, ежеверою и любавию, Почитающих пресно честную, И всем простренную память твою. Сейчас будет исполнен светилин на второй глаз. Опять же, авторство патриарха Неофита. Ну, точнее, как авторство. Мы знаем, что он это записал. В том сборнике, который мы использовали При подготовке, Там какие-то песнопения он записывал С голоса монахов в каких-то монастырях. То есть он именно собирал это. Частью мы его можем назвать автором, Потому что все-таки он собрал, Записал некоторые песнопения. Вот они, например, Вот этот светилин, да, Радуйся, пустыня Рыльская, Она встречается у нас в русской службе. Она не записана подобным напевом, да. Отсюда следует, что все-таки это Его творчество, Тем более написано «Глаз второй жены услышится». Но все-таки поется, Исполняется несколько по-другому. Радуйся, пустыня Рыльская, Песня «Глаза» 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 Долги проливающую и исцелений, Песненными похвалами Возовем к Нему, глаголющий, Радуйся, Средечское проземение И пустыни доброе воспитание. Ну и теперь мы переходим уже к русским стихирам, которые написаны нашими распевщиками на церковно-славянском языке, конечно же. Анна Михайловна, мне кажется, мы особо не успеем. Давайте одну стихиру и потом гимн. Да, очень такой. Разум осветлостью украшался, И заповедьми божественными просветив душу Твою, От ленных и мимо текущих не брег внести, И землю земными оставил внести, В пустынях же жить и звали внести, И Христа почи всех возлюбив внести, И от непреблажений его же молитв, Да спаси души наши, о милосердь. Ну и в заключении вы услышите хвалебную песню или гимн Святому Иоанну Рыльскому, Теперь уж на болгарском как раз таки языке, И написана она композитором Петром, Как Игорь Иванович делает правильное ударение, Петром Диневым. Слова священника Христа Филаретова. Это начало 20 века. Или конец 19 даже, может быть. Слова священника Христа Филаретова. Петром Диневым. Петром Диневым. Слова священника Христа Филаретова. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»